Погружение в атмосферу старого доброго цирка в стиле ретро, где забавный клоун исполняет романса со своей подружкой Вороной. Обезьянные акробаты строят пирамиду, факир глотает шпагу, а гимнасты на одном велосипедном колесе непринужденно жонглируют огромными гирями. Необыкновенный трюк придуман режиссером для каждой куклы индивидуально. При этом у цирка кукольного есть преимущество. Здесь возможно все. Верблюд не только летает, но и извергает языки пламени, как настоящий дракон. Вот захотелось мне, чтобы она отлетала от кольца и делала сальто. Есть опасность, что она его не сделает, и такие варианты тоже бывают, как в цирке, по-честному. Практически каждый номер я старался немножко присвоить и под себя переиграть. А так, в принципе, это жанр достаточно распространенный. У нас, к сожалению, нет. В таком спектакле все зависит от кукловода. В случае с Виктором Антоновым кукловод настоящий виртуоз и не прячется за ширмой. Во время представления публика наблюдает, как мастер управляет циркачами с помощью десятков нитей. Это зрелище изумляет ничуть не меньше, чем то, которое разворачивается на кукольной арене. Ты должен склонность иметь, понимать некую кинематику, механику движения, как такая инженерная должна быть жилка. Нет никаких эмоций. Это техника. Это очень техничный спектакль. Техника. Нитка пошла сюда, здесь я ее перехватил. Но картинка выстраивает такое, что все получается. Каждого из циркачей придумал и изготовил Виктор Антонов сам. Мастер, режиссер и художник в одном лице. Ну, как-то я себя так чувствую. Потому спектакль интересен и детям, и взрослым. В ловких руках мастера куклы оживают и демонстрируют чудеса. А после спектакля в качестве бонуса к марионеткам можно подойти близко и рассмотреть каждую из них.